МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я Елена Крылова. Здравствуйте. Мы в прямом эфире. Сегодня у нас специальный выпуск. Итак, событие, сравнимое с началом телевизионного вещания или с переходом на цветную киноленту. Сегодня региональные новости начинают вещать в цифре в первом мультиплексе. Это новый этап в развитии телевизионных технологий и СМИ в целом. Сегодня в нашей студии специальные гости. Для начала я вам их представлю. Это глава Хакасии Виктор Зимин. Глава, директор РТРС Хакасия Николай Гребенщиков. И, конечно, директор ГТРК Хакасия Лариса Ефименко-Михайлова. Лариса Николаевна, вам, конечно, первое слово. Спасибо, Елена. Я рада приветствовать всех присутствующих в нашей студии, конечно же, наших телезрителей. Ну и огромная благодарность вам, Виктор Михайлович и Николай Николаевич, вам за то, что вы нашли возможность разделить с нами это торжественное мероприятие. Но прежде хотелось бы коротко сказать, что исторически так сложилось, что гостелерадиокомпания «Хакасия» стала первой компанией в нашем регионе. Мы первые стали готовить профессиональные журналистские кадры, глазами которых, по сути, все жители республики становились свидетелями самых грандиозных исторических событий в советских времен, не только регионального масштаба, но и Советского Союза. Трудно себе представить. Да, сейчас это уже где-то прошлое, может быть, это история, но мы ее бережно и трепетно храним в своем архиве, архиве ГТРК «Хакасия». Сейчас наступила новая эра, эра цифрового вещания. Как ни странно, мы здесь тоже первые. Мы первые вступаем в эту эру. И чем она отличается, многие журналисты спрашивают, чем аналог отличается от цифрового вещания. Я, конечно, не технарь, но я скажу главное, что уже с сегодняшнего дня все уникальные архивы ГТРК «Хакасия», весь профессионализм наших журналистов, воплощенный в проектах нашей компании, будет доступен практически каждому жителю нашей республики. Каждому без исключения. Я просто для примера могу сказать, что на сегодняшний день, до сегодняшнего дня, практически 100 населенных пунктов нашей республики были лишены этой возможности. Там не было никакого регионального канала. Сегодня они из первых уст будут знать, чем живет республика. Поэтому, Виктор Михайлович, Николай Николаевич, я вот сейчас на правах хозяйки телекомпании предлагаю вам торжественно запуск произвести символической кнопки и дать официальный старт цифровому эфирному вещанию «Хакасии». Давай, как всегда, уступим это дамам. Можно мы рядом? Ну, всем вместе, давайте. Мы рядом. Запуск стоялся. Виктор Михайлович, на правах почетного гостя я хотела бы передать вам слово, которое сегодня уж точно долетит вот в самый крайний уголок нашей республики. Уважаемая Лариса Николаевна, уважаемые наши коллеги, конечно же, уважаемые телезрители, все те, кто сейчас находится в этом прямом эфире, кто нас видит, я всех приветствую. прежде всего, действительно, нужно сказать, я сам для себя еще тяжело соизмеряю, что это происходит в жизни, да? Все в цифре, все новое. Действительно, вот то, что говорила сейчас в приветственном слове Лариса Николаевна, что-то такое. Я думаю, что все эти архивы, та вся многолетняя работа великолепного коллектива, ну, это традиция Хакасии, если честно, будет доступна, и, возможно, тем профессионалам, которые могут войти, посмотреть, послушать, я не знаю, все что угодно, вопрос, наверное, больше даже не в этом, а в том, что что сделано вот этим цифровым вещанием для республики. Ну, меня, вот, прежде всего, как руководителя региона, что радует? Вот, действительно, практически в каждой точке республики будет освещение государственной программой. Новости, события. Событий много в мире, событий много в нашей великой России, событий много и в республике. Через ВГДРК Хакасия это все станет доступным. Я сегодня, прежде всего, конечно, пришел для того, чтобы выразить вам слова благодарности, наверное, как раз от всех тех, кто нас сегодня смотрит. Я тоже житель республики и такой же телезритель. Спасибо большое правительству Российской Федерации, президенту. Конечно же, спасибо теле и радио вещания ВГДРК. Россия. Мы будем смотреть Россию-1 и Россию-24. И слушать радио России. И слушать радио России. Спасибо вам большое. Конечно, руководителям. Поклон низкий. За то, что опять определили точку, такую росту нас, нас именно Хакасов, вот в центре Азии, в центре России. Думаю, точка не случайно всегда это выбирается, где и промышленный рост был, и другие вещи, которые происходили впервые именно на этой земле. Это все не случайно. Это, Лариса Николаевна, божий выбор. Я говорю, конечно, сегодня вам. Я думаю, телезрители не все видят, кто присутствует сегодня в студии. Практически коллектив ВГДРК. Хакасия. Поклон вам низкий. Спасибо большое и за кадры, и за рост, и за профессионализм, и за вот это. Лариса Николаевна, отлично вам. Спасибо большое за то, что вы сделали. Я знаю, что это нужно было пролоббировать. Это нужно было договориться. Хоть я и сказал, что это божий выбор. Но пусть вы рядом побудете. Будем говорить, что вы с ладыгой вместе просили у наших партнеров в Москве вот такой хорошей, наверное, прежде всего, программы для республики. Всех поздравляю с новой эрой, с новым вещанием. И спасибо. Особенно от жителей отдаленных сел. Более 50 сел еще получат вещание. Малых только. Я уж не говорю о поселениях больших. Всех поздравляю с этим событием. Спасибо. Спасибо, Виктория Митая. Огромное. Я предлагаю отметить технический момент во время подготовки был не менее важен. Огромную работу провели совместно ВГТРК и компания РТРС. Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Это организация, которая отвечает за передачу сигнала. То есть, чтобы зрителям сейчас было понятно, мы делаем сюжеты и передачи, а уже РТРС заботится о том, чтобы они попали в телевизоры. Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, вот цифра, чем она принципиально отличается от аналога и вот как ее все-таки увидеть, эту цифру? Цифровое вещание, оно имеет значительное преимущество перед аналоговым. Это первое, что сразу может ощутить телезрители. Это по качеству картинки на экране. И это происходит из-за того, что картинка на экране формируется сразу в приемном телевизионном устройстве и исключается наличие каких-то помех, которые были в процессе доведения до телезрителя сигнала. Это, так сказать, один момент. Второй момент – это значительное увеличение количества вещаемых программ, то есть многопрограммность. Третий момент – это доступность, бесплатность. И как бы с этим же и связаны проблемы, которые одновременно решаются на уровне современных технологий именно государственного масштаба. Это обеспечение единого информационного пространства за счет того, что сеть – это общая для всей Российской Федерации и в Хакасии ее только отдельный фрагмент. И сегодня мы констатируем, что эта сеть, которая имела только чисто федеральное наполнение, она получила наше региональное наполнение в виде программ ГТРК Хакасия. И теперь с большой заинтересованностью наши сограждане будут смотреть эту программу. Плюс к этому это и есть освоение современных цифровых технологий. И в этом же плане получается решение двойных задач. Тот ресурс ограниченный частотный, который используется в аналоговом телевидении, когда на одном частотном канале передавалась только одна телевизионная программа, то теперь в этой же полосе частот передается 10 телевизионных программ. То есть у нас получается значительное сокращение возможностей для использования того ресурса в более нужных для государства целях. Это технические возможности, но я думаю, что зрителям будет больше интересно, как вы отметили, бесплатно и очень просто. То есть достаточно иметь современный телевизор плюс ресивер для того, в плане осуществления приема, у телезрителя должна быть либо приставка и наличие телевизора, к которому можно подключиться старого аналогового образца, либо приемник с цифровым тюнером. И ввиду того, что сеть цифрового вещания построена и распространяется в дециметровом диапазоне, то антенное устройство должно быть соответствующего диапазона. И в зависимости такие детали, моменты можно прояснить, обратившись в наш консультационный центр, который расположен в соседнем здании. Телефон 227310 либо сайт РТРС. Реклама тут же. Телезрители найдут. Ну вот сейчас у нас как раз есть возможность проверить связь. Мы просто сейчас будем проверять связь. Эфир уже идет, нас смотрит в эти минуты вся Хакасия. И на прямой связи со студией сейчас находится наш корреспондент Константин Кравцов. Я попрошу режиссера. Вот мы видим корреспондента. Костя сам все расскажет. Костя, тебе слово. Здравствуйте. Я приветствую студию. Привет, Лена. Находимся мы в Усть-Абакане в передачах у нашей телезрительницы Снежанны. Хочу сказать, что приехали сюда мы не просто так. Несмотря на то, что Усть-Абакан довольно так расположен недалеко от республиканской столицы, но увидеть в качественном, увидеть качественные, в хорошем качестве наши передачи для местных было настоящей проблемой. Вот сейчас предлагаю с первых Усть от Снежаны услышать, в чем же все-таки было дело. Здравствуйте, уважаемая студия. Да, действительно, Константин, вы правы. Сигнал был очень слабый, изображение нечеткая картинка, очень часто с помехами, особенно, когда непогода, ветер, осадки приходилось с антенной по укладу, скайф-ригнал, было такое, да. Да, цифровой формат, наверное, позволит теперь детально разглядеть вплоть до волоска. Снежана, Снежана, можно мы в студии зададим вопрос? Очень интересно просто нам узнать, вот мы делаем новости, да, так грубо говоря, а что вам интересно? Вот вы смотрели Вести Хакасия, что вам больше всего понравилось? Ага, поняла ваш вопрос. Мне очень нравится ваши утренние передачи, частенько смотрю. Мне нравится мобильный репортер. Муж на кухне мне очень нравится передача, особенно ведущий там такой позамканный. Спасибо. Спасибо большое, Снежана, спасибо, Константин. Смотрите Вести Хакасия. В новом качестве. В новом качестве, да. Ну вот этот конкретный случай, как уже Константин отметил, поселок Устябакан, он находится в центре республики. Изначально, конечно, мы хотели сделать прямое включение из какого-нибудь отдаленного села, где нас увидели впервые. Мы всю неделю ездили по селам, мы тестировали мобильную связь, но вот оказалось, эта самая мобильная связь очень сильно отстает от наших цифровых телевизионных технологий. Но все-таки без мнения отдаленных сел мы не должны оставаться, поэтому глава поселка Советская Хакасия Сергей Владимирович Проскурин сегодня сам к нам приехал, только вот прежде чем вам дать слово, я не могу не сказать, пришло в голову у нас так хорошо сегодня в студии глава Хакасии и глава Советской Хакасии. Вам слова. Добрый день, уважаемые зрители, также гости. Ну, что, конечно, день знаменательный сегодня, я пользуюсь случаем, хотел бы также присоединиться к Виктору Михайловичу и от лица главы себя, то есть и от населения своего поселка, и также близлежащих населенных пунктов, хотел бы поблагодарить руководство ВГТРК Хакасия, а также все службы, проделана, конечно, гигантская работа по тому, чтобы этот проект, как говорится, был запущен. Наше село, несмотря на то, что мы находимся, как считает местное население, недалеко от столицы Хакасии, фактически не имело возможности просмотра программы, так анализировано, наверное, с конца 80-х годов. Ну, всякое было, как говорится, обещано, когда народ немножко не понимал, когда вообще был запущен мультиплекс еще без врезок Хакасии, думали, что уже этого никогда не будет, но сейчас, как говорится, все это реализовано, и население очень довольное, особенно население преклонного возраста, кто действительно очень интересуется вестями, новостями, которые происходят в республике, ну, и не может, или не имеет возможности в силу своего преклонного возраста, допустим, сидеть в интернете и заниматься, как говорится, как молодежь сейчас у нас продвинутая в всевозможных гаджетах и все прочее. Ну, проект сам по себе, конечно, очень перспективный, я знаю, что и должен быть запущен, наверное, в 2018 году второй мультиплекс, возможно, наверное, будет и региональный канал, как и во всех регионах России, поэтому очень приятно, что, да, мы как бы идем впереди и по регионам, и то, что население действительно это все доступно. Ну, еще тем, что это, как говорится, опция у нас появилась и доступность в том, что у нас есть вещание местного канала. Я при консультации со специалистами также меня интересовал вопрос о оповещении населения, потому что это больная тема, которая звучала не раз и в техногенных авариях, которые были у нас на Саяно-Шушинской и по тем, по то, что были пожары в 2015 году, и мы как бы со стороны, глядя, как действует население, конечно, у нас в республике был, наверное, немножко пробел в том, что население несвоевременно и некорректно оповещается о том, что, допустим, какие происходят погодные условия изменения, вот недавний, допустим, снег, ранний снег, чрезвычайная ситуация с уборкой, посевом. Сейчас вот на подходе сегодня буквально мы уже разговаривали о принятии мер по проникновению африканской чумы из соседнего региона. То есть население должно быть всегда оповещено и намного легче и по времени, и по средствам все это предотвратить, чем затем... Спасибо большое, спасибо, Сергей Владимирович. Действительно, очень важный момент в вопросе оповещения населения теперь с молниеносной скоростью, можно сказать. Итак, старт полному региональному цифровому вещанию сегодня дан. Программу «Вести Хакаси» теперь могут смотреть все жители республики в отличном качестве. А я благодарю гостей за участие в этом событии. Оно обязательно войдет в историю. Спасибо вам. И следите за цифровым эфиром. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ